Создание в Твери особой экономической зоны ММАУС обсудили 14 августа губернатор Игорь Руденя и заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Максим Выборных. На встрече речь шла о подключении этой структуры к развитию будущего кластера. Сейчас идет разработка проекта планировки территории зоны ММАУС. Резидентам предоставят льготы, в частности освобождение от целого ряда налогов. Предполагается, что якорным резидентом станет АО РТ Химкомпозит. Он создан Ростехом как центр полимерных композитных материалов. В этот же холдинг входит и Тверской НИИ синтетического волокна. Этот институт, расположенный рядом с будущей зоной ММАУС, также планируют развивать в рамках реализации проекта. Напомним, что в Твери идет также формирование площадок инновационно-промышленного парка Боровлева-3. Здесь планируется реализация 27 инвестиционных проектов с объемом вложений около 10 миллиардов рублей. Будет создано до 11 тысяч рабочих мест. О своих инвестиционных намерениях заявили компании Славконт, Герц, Зебенхар и другие крупные производители. Земли на территориях как ММАУСа, так и Боровлева-3 находятся в государственной собственности. И будут предоставляться инвесторам бесплатно, без торгов, при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечивают всей необходимой инфраструктурой – дорогами, газом, электричеством и водой.